Ну что, ку-ку, всем привет! Только что сняла собиралочку этого образа. Оставлю ссылочку где-нибудь внизу в описании, если вам интересно будет посмотреть. А сейчас я собираюсь ехать в Икею. Поехали со мной. Я правда забыла взять с собой солнечные очки. На улице переменная облачность. Все думают, подниматься за ними, не подниматься. Так лень уже подниматься. Подниматься за очками. Да. В общем, поехали в Икею. Мне надо за определенными вещами. Я не буду ходить и сломя голову скупать всю Икею. Поговорю с вами там, поделюсь своими мнениями о некоторых продуктах. В общем, поехали! Икеи, конечно, лучше посещать будни, выходные здесь. Не то, что такой кадр не сделаешь. Просто не подтолкнешься. И так мне пришлось подождать очередь, чтобы сфотографироваться здесь. Вот что-то, а мебель мягкая в Икеи дорогая. Вот реально, если Икея в основном у всех ассоциируется с дешевой мебелью, то есть услышать от друзей или от кого-то, кто посещает ваше новоселье, или вообще только что сделан ремонт, «О, вы в Икея закупались!» Это антикомплимент. Обычно так говорят о дешевой мебели, о том, которая в глаза бросается, что на ремонте реально сэкономили. Но, если вы услышите про мягкую мебель, «О, это из Икеи!» Это значит, что вы потратились солидно, но люди думают, что вы заплатили копеечки. Вот, обратим внимание, 34 тысячи за диванчик. Такой диванчик можно купить за 1015 в обычном магазине. Но в Икея мягкая мебель почему-то да. Но зато они предоставляют классную возможность посмотреть на эту мебель в интерьере и выбрать уже, как бы скомбинировать именно из их вещей, из вещей Икеи, что-то классное. Вот, особенно вот эти кресла. Все знают, что это кресло Икея. Знаете, ну, все-таки я бы предпочла в Икеи покупать... Вот, я купила вот такой столик, кстати, из Икеи. У меня дома Виолетт туда наполняет игрушки. И реально, кто его видит, даже не могут предположить, что я купила его в Икеи, хотя он стоит 3 копейки 2 рубля. Так что я вам рекомендую все-таки покупать именно те изделия, которые не кричат о том, что они из Икеи. Особенно, знаете, видела в интернете, в инстаграме, скажем прямо, да, несколько идей, то, как переделывали дизайнеры, либо обычные девушки, изделий из Икеи. Они брали какой-то консольный стол, либо комод, переделывали ручки, там, что-то добавляли, что-то убавляли. И знаете, я сделала такой вывод. Надо брать в Икеи абсолютно неприметные, абсолютно как бы неизвестные какие-то, да, простые, без ухищрений вещи, которые реально можно переделать как-то, купить ручки дорогие к нему, но будут смотреться дизайнерской вещью. А покупать вот такие вот, допустим, очевидные вещи, которые никак ты не переделаешь, вот с такими выемками, это все кричит о том, что это Икея, и вы никак, никак, вот то же самое вот этот консольный стол, вы никак уже не переделаете, и как бы не сделаете так, чтобы кто-то подумал о том, что это не Икея. Вот. Потому что есть вещи, которые, что бы ты ни делал, как бы ты ни переделывал, ручки не перекрашивал, он кричит о том, что это Икея. А есть вещи, особенно новинки, которые не приелись в глазу людей, и все-таки как бы большинство людей посещает Икея и знает ассортимент. И некоторые вещи новые, которые в новых коллекциях вышли в Икея, не всем приелись, и не все их узнают в вашем интерьере, не все скажут «О, Икея!». Так что, возможно, у меня мусуль по древу расплывать. Я думаю, вы поняли, что чем про... Да, не вот такие, вот это совсем просто. А что-то вот, допустим, такой шкаф купить, да, белый. Он не кричит о том, что Икея, если, допустим, повесить сюда, купить в той же Дари Хоум кожаные ручки такие, и сюда влепить, уже будет совсем по-другому смотреться на интерьере этой вещи. Вот о чем я. Пойдем дальше. Вот в этом тумбе, кстати, люди не всегда могут принять Икея, потому что это не свойственно Икея, слишком кричащая. Если вы поставите его, то мало кто узнает в нем Икея, я думаю. И, кстати, так как большинство людей предпочитают покупать Икея именно белый цвет, он больше всего узнаваемый. Если вы купите такой же комплект, допустим, вот такого цвета, поменяете ручки, то не все уже признают в нем Икея. А в белом прям сразу Икея. Это как бы нет, ни в коем случае я не как бы обижаю Икея. Тут классные вещи, можно приобрести, можно достаточно бюджетно сделать ремонт благодаря Икеи. Мне кажется, я слово Икея произношу слишком часто. Вот смотрите, классно сделано, да, под камень. Красиво очень смотрится. Оп. Очень классная идея, это, видимо, новинка какая-то под камень. Какой-нибудь стиль лофт. Вообще здорово. В общем, Икея, конечно, рулит. Я люблю Икею. Но надо к ремонту с Икеи, с этим магазином подходить с умом. Вот люди сидят, все считают. Вот видите, мы пришли в кухню. Кухня Икея. Я знаю людей, которые как бы... Очень близких мне людей, которые заказывали кухню в Икея. Ну, во всем есть плюс и минус, наверное. О, какой интерьер. Вот это мне нравится. Мне не нравится вот эта зона, ужасно. А вот это мне очень нравится. Я даже в своей... Да, кстати, сейчас будет маленькое признание. Да, сейчас будет маленькое признание. Мы не живем в своей квартире. Точнее, мы живем не в своей квартире, поэтому мы не можем там сделать ремонт. Мы не можем там как-то закупить мебель, выпьем всю старую, поставить новую, которая нам нравится. Сделать кухню, которая нам нравится. Мне очень нравится вот белое в сочетании с деревом. Мне фартук здесь, правда, не очень нравится, но в этом интерьере он интересно обыгран. Вот. Мы уже купили квартиру свою. Мы купили ее на стадии строительства, потому что покупать дешевле. Мы ждем, пока дом не достроится. Нам вот этот ключи, и тогда, да, мы начнем делать ремонт. Я надеюсь, очень надеюсь, что я сделаю так, как я хочу, что у меня будет возможность сделать так, как я хочу. Надеюсь, я еще буду к тому времени на ютюбе и буду вам показывать этот процесс весь. Но пока на этот момент, да, я не могу ничего закупить такого в свою квартиру, потому что я живу не в своей квартире. В маленьком моменте. Интерьер этот мне нравится. Я вам, конечно, что-то переделала, но в целом мне нравится. Так вам. В общем, при желании можно сделать классно. Ну, это надо заморочиться. И Икея всем в помощь. Очень классный магазин, но здесь, правда, можно потеряться. Когда не знаешь, что надо, просто приехать из разряда и набрать. Ну, честно, можно капитальненько так потратиться, нахватав всего, чего вам не надо. Особенно для женщин, особенно в отделе кухни. Ну, или там, знаете, вот эти всякие корзиночки маленькие, там, ой, это возьму, ой, это полотенечки и тому подобное. Едите со списком в магазин. Не хватайте. Вот мы пришли в отдел спальни. Интерьеры, интерьеры. Мне так нравятся вот эти вот закуточки с их интерьерами. Так они здорово умеют подбирать все-таки. Вот люди умеют работать. Реально. Реально умеют. А вот эта вещь, видите, зеркало для макияжа. Очень классно, кстати. Обыграно возле окна, красится при дневном макияже, да, какой-то. И возле вот такой лампы делать ночной. Вообще, такое уютное маленькое место. Смотрите, откидной столик такой здоровский. Выдвигается. Не надо много косметики. Надо вот, чтобы помещалось только в эти тумбы. Вообще здорово. Очень здорово Икея умеет продумывать детали. Прямо брать, знаете, если бюджетно хотите, брать прям их дизайнера. Не знаю, можно ли такая есть функция взять дизайнера Икеи? Чтобы они вам составили интерьер. Прикольно они повесили, да, от каждой кровати. Такой светильник одинаковый. Здорово выглядит. Как-то прям уютно. Вот, психология. Работает психология. Все-таки над магазином трудились профессионалы. О, гардероб. Гардероб Икея. Вот гардеробные, кстати, если именно ставить гардероб, как отдельную комнату делать, полки. То есть не шкаф. Да и шкафы, в принципе, в Икея очень грамотно продуманы. А вот если ставить именно в помещении гардероб вот такие вот стойки, то я дико рекомендую не делать просто полки обычные, да, как бы. Ну, вот тут логично тут висят, как бы, да. А не делать шкафные полки, а делать именно вот такие выдвижные полки. Потому что глубина шкафа где-то 60 сантиметров. И если это будет узкая полка, вот, допустим, вот так, вы не увидите то, что в глубине лежит. А как бы вам придется туда что-то положить, потому что пространство в глубине тоже надо использовать. Оно же не просто так предназначено, да. И вот это когда напихивание вещей, не хочется разбирать, Лень, разбирать это все. Не хочется только пошиться. А вот такие выдвижные ящики, когда вы сразу можете достать до глубоких мест, просто идеально. Не надо делать обычные полки. Потратьтесь и сделайте вот такие выдвижные ящики. Это самое-самое грамотное решение. Еще вот для брюк, кстати, тоже. Вот в Икеа что-что, а гардеробы, прям вот присмотритесь к гардеробам, к тому, как они преподносят все. Вы видите, через стекло можете увидеть, где у вас что лежит. Это не будет пылиться так сильно. И при этом вот доступ, пожалуйста. Открыли, достали, все, что вам надо. И ничто не перепуталось. Все лежит аккуратненько. Вообще, гардеробы... Дико советую присмотреться к гардеробам Икеа. Ку-ку. Вот, а мне нужна вот эта штучка. Эти мы сначала, на самом деле, купили вот такой вот. Но он дико-дико много места занимает в туалете и не помещается слишком высоко ей. Поэтому я приехала еще раз, чтобы купить такую пониже. Она меньше места будет занимать, то есть его сбоку туалета можно будет засунуть, потому что эта, на самом деле, как бы выглядит узкой, а ножки у нее пошире стоят. И нифига, короче, не помещается она у нас. Отвезем ее на дачу. Не знаю, с грядками сидеть. И куплю две такие. Одну на дачу, одну в квартиру. Вот. Две штуки беру. И цена более чем приятная. А это подороже. Около 500 рублей стоит. Так что вот зачем я приехала в Икею. Так, женщине пора уходить из пухонного отдела, иначе я сейчас накуплю тут. А мне накупать не надо. Все, бежим. Бежим. Я хотела вам показать еще доски. Очень классные доски. Тут все классно. Если будете брать вот такие кувшины для фасовки чего-то, стеклянные, лучше брать именно их на видное место ставить. А если вы будете убирать куда-то, то лучше уберите пластиковые. Не надо морочиться с теклом, потому что вот такие вот пластиковые тоже классные контейнеры. Они стоят намного дешевле, вмещают больше, и занимают меньше места, потому что они вытянутые. Так что если вам убирать в шкаф, берите пластиковые. Не надо выпендриваться, убирать стеклянные. Вот. Так. Бежим. Бежим. О, посуда. Боже мой. Это что-то новенькое. Ну, согласитесь, ужасно. Смотрится, когда прозрачно. Или это не прозрачно. Ну, в общем, некрасиво. Более плотно лучше. Смотрится как дешево. Мне очень нравится. Сейчас покажу, когда мне коллекция очень нравится. Мне очень нравится вот эта коллекция с размытостями. Вот эта. Прямо они такие чудесные. Вот это очень красиво. Очень-очень красиво. На мой взгляд. И они классно сочетаются и с зелеными, и с розовыми, и с серыми. То есть вы можете взять прям любую тарелочку. Там возьмем возьмем розовую. Розовую. Розовую тарелочку. И вот эту вот тарелочку. Смотрите, как красиво. Очень-очень красиво. И сюда еще, допустим, поставим серенькую. Ну, красиво же. Очень красиво. Присмотритесь, если вам надо. Вот, если вы небольшая семья, не надо покупать на 8 сервизов. Как бы, покупают гигантские дорогие сервизы, прячут их куда-то в шкафы и говорят, вот, придут гости, достанем. Так не надо делать. Покупайте себе. Вот вас, не знаю, там, 4 члена семьи. Купили 4 тарелки, пользуйтесь. Прямо здесь сейчас. Надо жить здесь сейчас. Ужасные тяжелые чашки. Я люблю легенькие чашки. Большие легенькие чашки. Но если прям хочется разнообразить, прошу, пожалуйста. В общем, разнообразить свою жизнь можно. Так, бокалы. Мне нужны, я тут обнаружила, что у меня нет бокалов под белое вино. Я не часто как бы, но люблю. Именно белое. Красное почему-то вообще не могу пить. Не доросла я до него. Я видела какие-то очень-очень классные бокалы. Вот. Вот эти. Смотрите, у них такое ровненькое дно, но этот не помытый, он грязный, видите, пыльный. И у него такая тоненькая ножка. Вот это элегантно выглядит, согласитесь, смотрите, для сравнения. Вот этот бокал, на мой взгляд, очень элегантный. И возьмем под белое вино еще вот этот предлагается. Ну, уже не то. Смотрите. Ну, какой вот этот элегантный, на маленькой, короткой ножке. И какой вот этот. Разница, да, очевидная. Или вот-вот. Это под красное, наверное. Ну, ладно, сравним. Вот, пухляж на толстый, видите, у него толстая ножка. Вот я люблю детали, я вечно замечаю детали. А вот это, тоненькая изначальная ножка. Ну, вот элегантнее этот выглядит, согласитесь. Прям такой красивый. Цена приятная. Вот, взять две штучки. Так, мне надо две штучки такие. А где их прям так брать? Как они уже у меня? Так, мне надо куда-то запаковать. Божечки, божечки. Так, ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я покупать это не буду, просто довернула. На кассе разверну. Иначе у меня в пакете не повредит. Надо же мне как-то до кассы донести это и не разбить. Пойдемте. Два бокала. У нас же два взрослых, я и Петя Виолетта не пьет. Да и он, если честно, вино тоже не особо любит. Но не будет же я. Поэтому только два бокала. И использовать сейчас. Не поставить в шкаф куда-то. А здесь и сейчас. Текстиль, кстати. Вот. Про текстиль я тоже хотела сказать. Давайте вам покажу. Шторы. Шторы здесь реально хорошие и качественные. Плотные, которые, не которые, такие тоненькие и вот в цветочек. ни о чем. Их можно брать как вторые шторы. Вот видите, здесь многослойность. Раз, два, три. Три вида штор. Так очень красиво, кстати. Смотрите, если у вас большое помещение, то тройные шторы будут очень создавать уют именно и будут делать помещение красивым. Вот эти шторы. Смотрите, какие плотные, хорошие. В Икеа очень хорошие бюджетные шторы есть. качественные. Именно плотные. Только вот прошу вас, берите вот красивые, плотные. Не надо брать вот такие ужасные или вот такие вот на металлических штучках. Они смотрятся некрасиво. Не надо. Или вот такие на зацепках тоже как в душевой тоже не надо. Берите именно вот так, чтобы было. Вот так, вот так в идеале. Вот видите, плотные такие. В общем, в Икеа можно купить очень красивые шторы, очень красиво оформить помещение, но надо подходить с умом. Не брать все подряд и не ловиться на дешевизну. Надо постараться. Если постараться, можно очень красиво и очень грамотно оформить. Вот. Вот что я хотела сказать. И про текстиль, кстати, тоже. Подушки достаточно базовые можно закупить. Знаете, как бы трехслойный цвет подушек делается на диване. И вот средний слой можно закупить в Икеа. Не надо переплачивать где-то, а вполне можно здесь заплатить. И будет смотреться очень стильно, очень качественно и очень красиво. Вот. Постельное белье белье из Икеи вообще никаких нареканий. Мне очень нравится. Особенно если покупать здесь одеяло и подушки, что мы и делаем. Мы покупаем одеяло с подушками в Икеа, то по размерам прям идеально садятся. Мы покупаем односпальное, потому что мы с мужем спим под разными одеялами. Он любит тонкое, тонкое, тонкое. Ему вечно жарко, а мне вечно холодно. Я просто адская мерзлячка. Поэтому мы покупаем отнушки. Такие наборы, где односпальное одеяло и односпальную подушку. Мы покупаем просто по два набора. Ему и мне. И здесь отдельно просто не продаются. Так что покупаем одну большую простынь и вот такие комплектики по две штучки. Вот это лениное. Смотрите, какое красивое. Вот именно лен-лен. Вот мятость натуральная очень красиво смотрится. В общем, мне нравится. Здесь хлопок плотный, качественный и можно подобрать что-то интересное. Такое, знаете, чтобы... Не люблю эти оляписты в цветочек, а что-то однотонное. Хотя муж меня любит всякое с совами. Он вообще в детском отделе. Он купил на постельном белье в детском отделе. Виолетта, конечно, в восторге пищит, что родители спят в совах. Но ладно, не фоткать же мне это все-таки куда-то в соцсеть. В общем, да. Постельное белье мне нравится. Ну, и подушки с отделами в принципе у меня тоже нареканий нет. Мы даже покупали мужу здесь ортопедическую подушку. Ему нравится на ней спать. Конечно, в ортопедических салонах подушки ортопедические скорее всего лучше намного. Но почему бы и нет? В общем, я бы вам рекомендовала присмотреться. Попробовать по крайней мере можно. И кстати говоря, здесь очень хорошее полотенце. Мы брали парочку. Раз, мне нравится, впитывают хорошо, очень стираются хорошо, после стирки не теряют ни форму, ни внешний вид. Качественные. И можно, знаете, закупить, допустим, такого лилового, красивого оттенка, вот там висит, я вижу. и прям в ванне сделать открытые полки и складывать рулончиком или просто прямоугольничком будет очень стильно смотреться. Главное однотонные и не миксовать разноцветные. Это будет ужасно смотреться. А мы тем временем передвигаемся к кассе. Я забыла, кстати, вам показать очень классную сушилку для салатов в кухонном отделе. Покажу ее дома, она у меня есть. Вот. Ну, может быть, как-нибудь потом в другом видео покажу. Вот, наверное, я забуду. Простите, пожалуйста, она сушилка в Икеа для салатов очень-очень классная. Вам советую. Вот. Не могла не сказать. Двигаемся к кассе. Я взяла не буду вам показывать, потому что взяла, взяла два бокала и две ступеньки в Виолетте. В Икеа, кстати, появились кассы самообслуживания. Сам пропиликиваешь и оплачиваешь. Очень удобно. Сейчас все на выход. Туда. В Икеа для салатуре. В Икеа для салатуре. Спасибо всем большое, что съездили со мной в Икеа. Я вот с покупками завернула свои бокалы. Да. За очками я и тип поленилась. Так что я сейчас буду В общем, обещала я, конечно, я помню, я помню, что давно-давно, еще, может, полгода назад, обещала вам снять влог, шоппинг-влог, именно не из Икеи, а с магазинов одежды. Но, простите, когда-нибудь я его сниму, как-то все, не доходят руки, нет времени, не могу ничего подгадать никак, я обязательно сниму, я обещаю, как-нибудь я выделю прям день, съезжу, сниму вам этот влог, не могу, прячь волосы прям в лицо. А пока, пока выкладываю в ковказики. Всем спасибо, что сходили со мной, не знаю, наговорила всякой, может, ерунды, может быть, полезная, надеюсь, информация какой-то. Надеюсь, вам было приятно ходить со мной в магазине. Все, всех целую, руки заняты, пока-пока!